Злосчастный перекрёсток на пересечении улиц Красноярска и Самарска знают все жители Ворыпаевки. Потоп уже давно стал местным развлечением для детей и подростков. Ведь только за это лето водопровод прорвало семь раз. По словам местных жителей, служба Ульяновского водоканала не реагирует должным образом. А работники порой позволяют себе хамство в ответ на просьбу о помощи. Они сказали, вы нас достали, у нас и так много работы. Вот уже неделю Лейсанна Сырова просыпается от того, что её топит. Вода, скопившись на улице, поднимается и доходит до её дома. Если бы не дождевая канализация, сделанная за свой счёт, дом бы полностью затопило. На просьбу о помощи профессиональная структура реагирует, ссылаясь друг на друга. А тем временем объём воды увеличивается. Сотрудники аварийной службы приезжают навестить потоп несколько раз в день. Однако предпринимать меры боевого устранения не спешат. Иногда был случай, знаете, приехали, постояли и уехали. Потому что вся техника выстроилась, и я на вопрос, почему, ребята, вы не откачиваете, они сказали, у нас нет сапог, мы ждём человека в сапогах. На второй день потопа спаситель в сапогах всё-таки прибыл. На наших глазах откачали один осенизатор, вмещающий в себя примерно 6 кубов воды. К видимым изменениям это не привело. Ведь корень проблемы – прорыв водопровода, который не меняли уже 50 лет. Придут, смотрят, уйдут. Я живу тут 63 года, 63 года, всё время грязь тут. На просьбу о помощи жильцов откликнулась администрация города. Действительно, сегодня специалистам муниципального предприятия «Ульяновский водоканал» поступил сигнал о том, что на сетях водоснабжения на улице Красноярской случился порыв. После этого специалисты оперативно перекрыли подачу воды. После этого аварийная бригада приступила к ликвидооценить штатные ситуации. И на сегодняшний день, к настоящему времени, у нас здесь порыв устранён, то есть ремонт проведён. Прорыв устранили, однако сколько заставит ждать себя следующий, неизвестно. Без замены водопровода об исключениях потенциальных случаев затопления говорить не приходится. Власти отметили, что ввиду высокого износа данные сети, возможно, попадут под капитальный ремонт. Мадина Исмаилова, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.